В воскресенье, 26 января, в Московском кинотеатре «Победа» спланирован был показ фильма «Мистическая страна», «Аран», снятого армянскими кинодеятелями. Благо, усилиями азербайджанской диаспоры данная провокация была сорвана. Но это не меняет суть и дело, ибо фальсификационная машина воинствующего армянства продолжает выпуск лживой продукции. На сей раз под тогой фильма, тиражируется подлог о якобы армянском Аране. И делается это с подачи Паргева Мартиросяна, архиепископа и пархии армянской церкви, основанной на территории оккупированного Арменией азербайджанского Карабаха. Речь идет о церковнике, который с недавних пор пытается посредством ангажированных СМИ внедрить нелепый термин «албанское восточно-армянское царство» и, вопреки научно доказанной истине, называет Арцах и Утик «историческими армянскими провинциями». Подчеркивая, что сам он родом из Утика, из известного села Ачардахлы. Как видим, архиепископ родился в Шамкирском районе Азербайджана. В первую очередь отметим, что историко-географическую область, которую арабские историки называли Аран, армянские средневековые источники знают как Кавказскую Албанию, Алуанг или Раньяк. Подобный разброс связан с тем, что данный регион постоянно переживал изменения административных границ. Отметим, что эти области после завоеваний Тиграна II приблизительно 30 лет, до 69 года до н.э., находились в составе его державы. Но после поражения, который нанес Тиграну, римский полководец Лукул на берегу Ефрата, он был вынужден отказаться от всех прежних завоеваний. После этого, история Карабаха вновь появилась на страницах источников в 387 году. В тот год, когда находившаяся в Малой Азии Армения, была разделена между Римом и Сассанидами, и в состав Кавказской Албании были возвращены и закреплены за ней области Утик и Арцах. Новая административная единица, с присоединенными областями, стала именоваться Ран. Завоевавшие этот регион к 642 году арабы, добавили к существующему названию определенный артикль «Аль», и регион стал именоваться в соответствии с правилами арабской транскрипции о Ранам. В армянском происхождении данному топониму отказывает, и видный армянский ученый-лингвист Анаид Переханян. По ее словам, название Ран восходит своими корнями к среднемидийскому, атропотенскому языку. Великты этого наречия, которое доказывает этническое однообразие населения как правобережье, так или в обережье Куры, отмечались арабскими географами X века Алистахри и Ибн Хаукалем, повествовавшими о том, что в округе Барды говорят на аранском языке. Ряд исследователей считает, что аранский язык – это письменный язык кавказских албан, который сохранился до наших дней в текстах синайских полимпсестов, а также удинских говоров Ниджа, Агузы и отдельными фрагментами, в языках шахдакской группы. Примечательно, что и в Нагорном Карабахе, территория которого также входила в пределы Арана, на диалекте этого языка разговаривали до тех пор, пока население полностью не арменизировалось в бытность СССР. Крупные ученые, такие как Марр, Арбели, Тревор, Еремян, Адонс, полагают, что население Арцаха и Утика, до того как утратило собственный язык и арменизировалось, было родственно албанским племенам Левобережьей Куры, представляя собой отдельное племя. Теперь попытаемся очертить границы Арана. Абуль Касим Мухаммад Ибн Хаукаль, в своем труде китаб Сурат Аэларт, книга «Описание земли», дает карту средневекового Азербайджана и прилегающих земель. В верхней правой части изображено море, на берегу которого – Албаб, Дербент. Затем Аш-Шабиран, современный Шабран. От этого Албаба, начинается цепь гор, тянувшихся влево. С нижней стороны к горам примыкают города, Аллайджан, Кабиса. Шаки, Кабала. Ниже этого изображена река Алкур, которая впадает в море. На этой реке находится город Тифлис, прилегающий к Горее, затем Бардадж. Путь, начинающий от Аш-Шабирана, ведет на два города – Ширван и Аш-Шамахию, оттуда к Бардаджу. Дальше к Барза. Сейчас Барда. Другой путь, начинающий от Барза. Идет на Тифлис, на этом пути Джанза, Гинджа. Шамкур-Хунан, Алкала. В этом пространстве написано – Аран. Нижний предел провинции Аран, река Ар-Рас, то есть современный Аракс. Что касается южных границ области Аран, то и здесь армянам необходимо убавить свои аппетиты. О том, что территория современных Нахчивана и Зангизура входила в это административное образование, свидетельствует выдающийся арабский историк XII века Ибнал Азрак Алфарики. В его труде история Майя Фарикина. Дошедшим до нас в составе рукописи. Османского историка Мюни Джамбаши ясно говорится о границах и городах Арана, среди которых указаны главные города Нашава, он же Накчубан, Гинджа, Тифлис, Шамкур, Албайлакан. Касательно восточных пределов Арана, источники также едины в своей информации. Естественной границей области служило Каспийское море. Ибн Хордад Бех, автор середины IX века, пишет, что в пределах Арана находилось место слияния Аракса и Куры. Как видим, Ереван или Эребуни. Среди этих топонимов отсутствует. И ни один из основных источников по данному периоду не называет, в числе насельников этого региона армян. Примечательно, в труде известного арабского географа XII век Якута Аль-Хамави Муджам Айл-Булдан, сведения об Азербайджане, указано, что естественной границей между Араном и Азербайджаном, ныне Южный Азербайджан, служила река Аракс. Это значит, что Аран помимо Мильско-Муганской степи, охватывал еще территорию современного Нахчивана и, как минимум, Зангизура, а также Карабаха. То есть всю историческую Кавказскую Албанию. После образования империи сельджуков и завоевания Кавказа. Ими были предприняты административные реформы, перекроившие границы историко-географических областей. Они также ликвидировали правившую до этого, династию эмиров-шададидов, присоединив Аран к Азербайджану. После чего Аран всегда был органической частью Монгольской империи, государств Каракаюнлу, Акакаюнлу и империи сифевидов. После окончательного завершения этногенеза азербайджанского народа и формирования азербайджанского языка, временные рамки процесса которых, охватывают рубеж XIII-XIV веков, южная часть Арана стала называться Карабахом. Понятия Аран начали использовать в поэзии и эпистолярном жанре. Подводя итоги вышеперечисленных фактов, подчеркиваем, что начиная с раннего средневековья, данный регион претерпевал существенные, порой судьбоносные административно-территориальные переделы, которые, тем не менее, не смогли изменить главного фактора. Население оставалось Кавказоязычным, позднее перешло на тюркский язык. Ни о каких носителях индоевропейских языков, в котором принадлежат все языки армянского кластера, древнеармянский и новоармянский, говорить не приходится. А албанский язык, стал постепенно вытесняться в период арабской оккупации, когда албанская церковь была подчинена армянской. Таким образом, очередная попытка представить географическую дефиницию, Аран, как фрагмент истории армянского народа, терпит фиаско. Против этого свидетельствуют все первоисточники. Пусть армяне знают, что их обманывают.